Я приветствую всех зрителей телеканала РБК Новосибирск. В эфире программа Смысл есть. Проект, где за приготовлением еды на кухне Камея мы ведем осмысленные разговоры о бизнесе с интересными людьми. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях бизнесмен, общественный деятель и политик из Кемеровской области Олег Мальцев. Сегодня в нашей программе дебют мясного блюда. Мы никогда не готовили мясо, никто не решался, но вы решились. Давайте расскажем нашим телезрителям, что же это будет за блюдо. Сегодня мы с вами попробуем приготовить старинное блюдо из мяса баранины. Называется оно каре-ягненка и обзовем его мы по-кусбаске. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Это киви, минеральная вода с газом, лук и специи в виде соли и перца. Да, также я вижу, что вы заботливо нарезали фольгу. Да, фольга у нас будет неким таким инструментом для того, чтобы держать непосредственно блюдо на кости. В общем, такие секретики будем открывать правильного приготовления каре-ягненка. Но насколько я знаю и как я всегда думала, каре-ягненка готовится очень долго. Это целый ритуал, целая эпопея. Нужно было начинать еще позавчера все готовить для того, чтобы сегодня у нас получилась каре-ягненка. Как так быстро мы сможем все сделать? На самом деле этот стереотип мы сегодня разрушим, потому что есть два вида по времени готовки этого блюда. И на самом деле можно, как вы правильно сказали, его готовить заранее начинать, за день мариновать и так далее. Но есть вот способ, когда ты пришел, скажем, на базар, купил свежего мяса и тебе в эту же минуту его нужно приготовить. Особенно, когда гости должны прийти. Да, и есть абсолютно прям живой нормальный способ, который я делаю уже много-много лет. И друзья, которые ко мне приходят, угощаю их, и они всегда все довольны. Все будет зависеть от маринада. То есть главный секрет приготовления качественного быстрого каре-ягненка – это маринад? Правильно, абсолютно точно. И какие же ингредиенты из перечисленных понадобятся нам для приготовления маринада? Главную роль сыграет в том, чтобы мясо было мягким, вкусным и быстро оно, соответственно, приготовилось – это киви. Угу. Киви – главный секрет. Да. Мы с вами, в свою очередь, должны будем его сейчас почистить и размельчить в блендере. Не торопимся. Вот. Для того, чтобы придать мясу определенный вкус, мы просто возьмем и сверху положим лук, который мы… Сначала на мясо кладем лук, потом наливаем… Да. Который мы предварительно порезали. Вот. Мы сейчас его разложим, и получается сок лука будет впитываться вместе с тем, что мы сейчас вот в блендере сделали с киви. Мы с вами очень серьезные, я хочу сказать. У нас программа, понимаете, называется «Смысл есть». Мы говорим о смыслах. Мы ищем смыслы во всем. В приготовлении блюд, в деятельности наших гостей. И мне хочется поговорить о вашей деятельности более детально, на самом деле. Сейчас вот расскажем нашим телезрителям, что будет происходить дальше с Карой Игненко, и побеседуем о вас. Хорошо. А пока это делается, можно мы побеседуем и о вас? Еще я по мне, ну давайте. Хорошо. Мы же с вами земляки. Мы земляки, да, тоже из Кемеровской области. Из нашей любимой Кемеровской области. А с какого города? Из города Междуреченск. А вот можно вам вопросик задать? Почему вы уехали из Кемеровской области? Ну, я скажу так. Я уехала для того, чтобы учиться. Когда я уезжала, у меня были мысли о том, что я отучусь и, возможно, вернусь в отчий дом. Но Новосибирск я полюбила не меньше, чем Междуреченск, который действительно является таким для меня близким, любимым городом. Но, тем не менее, я решила остаться здесь. Вот это будет отличное такое подспорье для кемеровских властей, которые сейчас абсолютно новые. И они у вас услышали, да, что вам негде было практически учиться в Кемеровской области. Это очень важно, очень важный момент. Вот. Значит, здесь сейчас что происходит? Вот эта консистенция такая, да, наша каша из киви, она сейчас будет проходить через мясо. То есть мясо его будет впитывать, пропускать через себя, и оно будет выходить, тем самым разбивая его. Потому что все-таки баранина – это мясо не для всех. Вот у нас, как правило, готовят свинину, говядину, да, баранина очень легко. И, говорит, она пахнет не так, запах не тот. На самом деле это все мифы, полные мифы, потому что баранину нужно уметь готовить. И тот запах, который, как некоторые говорят, он спокойно убивается просто двумя антигрейтами. Соль и перец, больше ничего не надо. Вот. Значит, тот баран, который готовится за сутки, как мы вот с вами вначале говорили, это баран, так сказать, режима городского цикла. Тот, кто пасется вокруг города, да, вот эту траву ест у дороги и так далее, у него мясо, соответственно, имеет вот этот вот жесткость и запах. Но тот барашек, который пасется в горах Кавказа, скажем, да, либо в горном Алтае, его не нужно вот эти вот процедуры маринады длиннее осуществлять. Его достаточно вот 20-30 минут продержать таким образом и потом обмыть. Но на всякий случай я делаю, я мясо это мою в воде минеральной с газом. Это как бы позволит так мясо после того, как оно киви пропитается, позволит ему смыть, во-первых, его, да, и неким образом внутри себя закрепить. Вот эти вот составы, которые находятся в киви, он закрепится, и после этого просто соль, перец и в гриль. Так, ну а перемешать-то мы должны, вот мы залили сверху. Да, да, еще один очень важный момент, чтобы вот эта мякоть, да, которая стоит на кости, этот пятачок так называемый, был мягкий, сочный, нужно оставить миллиметра два-три жира на его поверхности сверху. Тогда, когда он начнет готовиться, этот жирок, он будет, естественно, от него питаться, как бы затягивать на себя, и мясо станет очень сочным. Когда его рубят, там вот такой слой жира, он просто отслаивается, и ты, соответственно, оставляешь там вот эти два-три миллиметра, которые позволят вот при высокой температуре этому пятачку питаться этим жиром. Время у нас уже подошло к тому, чтобы мы начали выкладывать это мясо, и мы будем его обмывать вот этой минеральной водой. Очень интересно, чем вы занимаетесь в Кемеровской области, и каков климат для ведения бизнеса сейчас там? Перемены так или иначе мы почувствуем. У нас наконец-то, или к нам точнее, пришел губернатор из бизнеса, который понимает, знает все сложности наши бизнесменов, и у нас большие перспективы на горизонте появляются о том, что бизнес будет развивать и так далее. Так, значит, что мы сейчас с вами делаем? Мы сейчас с вами раскладываем это у себя вот на этих дощечках. Вы у себя, я у себя. Таким образом, чтобы мы с вами могли посыпать их солью, перцем, и положить вот на эту решетку и гриль. Конечно, есть разные еще у нас проблемы в области, вы знаете, не понаслышке, раз вы даже не знали, где вам учиться. Поэтому с образованием у нас... Может, меня нельзя. Есть некоторые проблемы, идут укропления институтов, там и многие преподаватели жалуются на это. Но так или иначе, те, кто хочет учиться, они находят средства и возможности это делать. Мы сейчас с вами начинаем выкладывать... Нет, мы с вами сделали художественную процедуру оформления фольгу. А я мучилась вопросом, зачем вы так бережно нарезали фольгу, положили ее и не рассказали ничего. Значит, смотрите. Ну, на самом деле фольга носит чисто эстетический характер. Конечно, если ты ешь дома, ешь со своими близкими, то это делать необязательно. Но если ты хочешь произвести впечатление на своих друзей, тем более глубокий, как профессиональный повар, то тогда это делать надо. Мы хотим произвести впечатление, будем делать. Отлично. Значит, мы заворачиваем кончик кости в фольгу. Только, да, вот правильно. И начинаем наматывать на нее. Вернемся все-таки к вопросу о вашем бизнесе. У меня инвестиционный бизнес. Мы со своей командой ищем интересные проекты, находим на них, под них инвестора, если нам не хватает собственных средств, и приступаем его к реализации. То есть, ну, до настоящего момента мы занимались в основном стартапами в разных сферах. Ну, вот, решили перейти в производственную сферу в один прекрасный момент. И у нас есть и сейчас этот проект. Великолепный, я считаю, для Кемеровской области. Это производство крупногабаритных шин для автомобилей БелАЗ в городе Юрге, где основана территория, опережающая социально-экономическое развитие. И вот у нас вот на этом фоне и в свое время, два года назад, с властью области получились разногласия. Власть считала, что нашей области необходимо только развитие добычи угля, то есть в сфере добычи. А мы, в свою очередь, говорили о том, что если экономика будет плоской, то рано или поздно ей придет конец, скажем так. Ну, и когда вот сейчас новая команда заходит к нам, она прекрасно это видит, что в экономике серьезные проблемы. И там нужно необходимо прям очень срочно что-то менять. Мы, значит, сделали маринад из киви. Все это дело мы перемешали, промыли минеральной водой с газом. Поперчили и посолили. Никакими другими специями мы больше не баловались. И сейчас, как только нагревается духовка, мы это все ставим на гриль и ждем, я думаю, что 40 минут – это максимум. Все, у нас духовка готова. Делаем прожарочку не как медиум, но оно будет очень мягким, прожаренным. Единственное, без крови, без этой прослойки красной. Это нормально, сибирская такая прожарка будет. Здесь стоит нереальный запах, и все это очень вкусно. И сейчас мы будем глотать козырь вместе с этим. Пока мы пытаемся выставлять ребрышки вот в такую нужную пирамиду. Хочется еще вам один вопрос задать относительно фильма, который недавно прошел на нашем телеканале «Новосибирске». У нас остро стоит вопрос экологии в Кузбассе, потому что добыча угля увеличивается, а о населении мало кто думает. И этот вопрос очень большой, он очень широкий. Там и местное население, то, которое жило много веков, там, шорцы и так далее. То есть все это очень сложно. Но никто об этом не говорит. И вот это именно местные жители просили меня озвучить эту проблему подрабатываемых территорий от открытого способа добычи угля, потому что он сейчас у нас основной. И те задачи, которые ставят по увеличению, вопрос по тому, как будут решать его с жителями, пока не ясно. Поэтому проблема как бы озвучена, и она требует уже всестороннего подхода со стороны власти, бизнеса, населения. И вот я неким таким модератором, посредником выступил в этом вопросе. Из угля можно делать более 400 наименований товаров. И вот пример вам приведу. Значит, есть угольный разрез в городе Колтан. Там собственник итальянец. И вот он добывает там отличный уголь. Отличного качества. Увозит его в Италию и делает углепластик для автомобиля Феррари. Ну, почему такого завода нет у нас? Почему? Объясните, да? Сейчас мы будем пробовать это. Вы скажете, до какой степени это блюдо у нас получилось. Ну что, пробуем? Попробуем. Довольно баранинкой? Вы чувствуете, какое оно мягкое мясо? Нежнейшее, сочнейшее, вкуснейшее мясо у нас получилось, друзья. Мы сегодня с вами поделились уникальным рецептом. Очень приятно с вами было сегодня общаться на нашей кухне. Как вам с нами работало, скажите? А как? Ну, если мы земляки, как может работаться? Очень легко, очень приятно. Мы сразу друг друга во всем понимали. Единственное, что здесь, конечно, жарко от гриля, но мне полезно. Поэтому спасибо вам, что у вас есть такая передача. Я надеюсь, что я не в последний раз с вами здесь присутствую. Рецептов у меня еще много. Олег, спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам, за то, что вы поделились этим интересным, я бы даже сказала, уникальным рецептом приготовления коры ягненка. За 20 минут. Казалось мне, что будет сложно нам сегодня с вами находить общий язык и готовить мясо вдвойне сложнее, потому что мясо мы никогда не готовили. И вообще я думала, что во всем этом совершенно нет никакого смысла. Но, как показала практика в очередной раз, смысл есть всегда. Программа «Смысл есть» подошла к концу. Спасибо вам, Олег. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok